Памятник В России все знают песню Врагу не сдается наш гордый варяг В 1905 году между Россией и Японией шла война В одном из сражений перед моряками новенького крейсера Варяг Встал выбор Или сдаться, или затопить корабль Капитан принял решение затопить крейсер Японцу подняли варяг И после починки он служил на японском флоте На борту корабля было одновременно два названия Японское и Русское Таково было уважение к подвигу моряков Что название варяг японское правительство решило оставить на борту В 1916 году правительство России выкупило корабль Но ему нужен был ремонт Так этот легендарный крейсер оказался в Глазго, Шотландии Через год после этого в России произошла революция И никто не хотел платить за ремонт старого корабля Варяг находился в Шотландии до 1920-х годов А затем был продан на металлолом в Германию Но не случайно песня называет этот корабль гордым Он словно не захотел оказаться на свалке Во время шторма при транспортировке Варяг затонул на мелководье у этой маленькой деревни Местные жители ныряли на мелководье и знали Что здесь покоится затонувший русский корабль Однако в России об этом никто не знал Поиски корабля возобновились в начале 21 века И его останки были найдены Тогда молодые моряки, студенты морского училища в России Решили создать памятник кораблю Они придумали дизайн памятника, у которого мы стоим Это большой крест, на котором изображены сцены из жизни корабля А рядом лежит якорь Вечный покой варяга Уже больше десяти лет этот памятник Стоит вдали от больших городов Шотландии на берегу Муре К нему приезжают возложить цветы россияне, живущие в Шотландии А шотландцы создали небольшое добровольное общество Которое помогает содержать этот памятник в порядке